Всем привет! В этом видео я хочу рассказать об очень удобной возможности, которую я часто использую в PyMenu Editor и, соответственно, немножко упростить себе жизнь, а заодно показать какие-то основы написания скриптов простых на Python. Ну вот я работал и в какой-то момент обнаружил, что мне нужно выбрать множество одинаковых объектов, даже по самому примитивному признаку, ну скажем, по количеству вертексов. И как же мне это сделать? Ведь в стандартном Blender, насколько мне известно, такой операции нет. Но это не беда, если есть базовые знания Python. Для этого мы просто переходим в вкладку Scripting, а связь с PyMenu Editor я расскажу чуть позже. Дело в том, что вы знаете, наверное, что есть две возможности основные запускать скрипты в Blender. Это либо писать их сюда, вот в поле текстового ввода, потом нажимать Play и, соответственно, скрипт исполняется. Но это не всегда удобно и не всегда это возможно сделать, особенно если используются какие-то контексты. Ну и вообще это не так удобно, как если мы можем вызывать это с помощью нормального интерфейса прямо в рабочем окне. Также есть возможность запускать какие-то простые скрипты через вот это окно консоли. Но это тоже не очень удобно. Поэтому часто намного удобнее использовать PyMenu Editor как некую обертку для ваших скриптов. То есть я пишу Python Code, сохраняю его в файл с расширением py и затем добавляю пункт в меню PyMenu Editor. Не важно, это будет RegularMenu или будет это PyMenu и просто указываю путь к этому файлу и, соответственно, он исполняется. Что очень удобно, так как мне не надо городить целый аддон. Ведь есть еще один способ, третий на самом деле, из стандартных. Это написать свой аддон с простой оберткой, с регистрацией операторов и прочей процедуры для того, чтобы, собственно, этот функционал можно было вызвать. Ну а, используя PyMenu Editor, мы можем это сделать гораздо быстрее и удобнее. Вот, это я тоже покажу. Начнем написание нашего скрипта с того, что мы импортируем в библиотеку BPY. Давайте я включу подсветку синтаксиса, чтобы было понятней. Следующим действием нам нужно получить ссылку на активный объект. Поэтому мы пишем ActiveObject присвоить BPY.context. И мы получили активный объект. Ну, для теста мы можем написать этот активный объект в консоли. Я открою консоль и запущу свой скрипт. Так, он пишет мне ошибку. Правильно, я сделал опечатку. Все, Python-код исполнился, и мы должны увидеть имя активного объекта. Вот какой-то там есть. Вот, давайте выделим несколько, и активным будет последний, да, соответственно. Запускаем. И вот кублок 0.14. Здорово. То есть, скрипт как будет работать? Он будет по активному объекту выделять все объекты в сцене с таким же количеством вертексов. То есть, я сейчас создаю функционал, который позволит выделить похожие объекты в блендере. Желательно одной клавишей. Желательно SPY меню. Хорошо, закомментируем это, чтобы не мешало. Нам нужно получить количество вертексов нашего активного объекта. То есть, того, на который мы будем искать похожие. Соответственно, это делает функция len active object data vertices. Всю эту информацию можно находить либо в консоли, вот здесь вот прописывая. То есть, можно прям полностью код протодипировать прямо в консоли. Ну, об этом, наверное, будет отдельное видео. Допустим, вы уже более-менее разбираетесь и, собственно, знаете, что пишете. Либо можете посмотреть в аппе и понять, какой вызов зачем следует. Ну, либо вам просто интересно, как это реализовано в PY меню Editor. Ну, сейчас я покажу все. Так. И теперь мы, по идее, должны были получить только не active object, а active object vertices. То есть, нам нужно количество узнать. И давайте теперь, ну, для теста просто напишем active object vertices. Запускаем. Видим 8. Это он написал нам количество вертексов в активном объекте. Если мы выделим другой, запустим. Мы увидим тоже 8. Давайте вот этот выделим. 40. Ну, вот. То есть, все работает. Комментируем пока что. И двигаемся дальше. Теперь нам надо в цикле через все объекты пройтись. И создать список тех объектов, в которых у нас совпадает количество точек. Ну, и, собственно, сделать из них выделение. Вот так и сделаем. Используем цикл for. For objects in Bpy context view layer. Ну, то есть, в текущем контексте, в текущем слое. Мы делаем. То есть, для каждого объекта. Вот так лучше написать. Если... То есть, это как итератор. Он проходит по каждому объекту. В процессе выполнения цикла for в вот эту переменную попадает каждый элемент из этого списка. И, соответственно, мы во время каждой итерации можем иметь доступ по очереди к каждому объекту. То есть, производим итерацию. Для того, чтобы считать вертексы, нам надо убедиться, что это объект у нас типа mesh. Соответственно, пишем type. Проверяем, что это у нас mesh. Если да, то мы делаем следующее условие. А именно сравниваем наше количество вертексов, которые у нас находятся в переменной. Active object vert. Да? То есть, если количество в эталонном объекте вертексов совпадает с тем, который сейчас мы итерируем, мы можем использовать либо дополнительную переменную для этого, либо сразу вызвать его, таким образом, количество. И сравниваем, собственно, с тем, вот этим вот эталонным нашим. Сравниваем количество текущего. Ну, а текущего мы узнаем через object. Data. Ну, так же, в принципе, вертекс. То есть, если оно совпадает, то меняем его state на true. Select state. То есть, пишем object. Select. Set. State. Присвоить true. Собственно, все. То есть, давайте еще раз пробежимся. Я думаю, это можно убрать. Получается, мы импортируем библиотеку для работы. Ну, чтобы вот эти вот все bpy контексты работали и прочее. Сначала мы получаем наш активный объект. То есть, просто загоняем его в переменную active object. Ну, это просто, чтобы писать меньше. В дальнейшем. Потом мы находим количество вертексов в активном объекте. Причем здесь мы можем сравнивать, как по вертексам. Ну, в данном случае я сделал по вертексам. А можно уж усложнить. Можно по bounding box, по scale. В общем, можно дописать эту... Сделать гораздо более умным этот скрипт. Но пока ограничимся вот этим. Я думаю, для 90% задач этого достаточно. Далее. Для каждого объекта во всех объектах в сцене мы проверяем тип объекта, чтобы он был равен мешу. Ну, иначе у нас может выдать ошибку вот здесь. Так как не все объекты имеют дата вертексов, а только меш объекты. И тут сравниваем количество вертексов с текущим, который мы перебираем в сцене, количество вертексов у текущего объекта. И если оно равно, то селектим его. Вот так. Давайте для теста проверим. Вот у меня выделен уже один вот этот элемент. Запускаем. И как вы видите, все выделилось. Значит, наш скрипт работает отлично. Все замечательно. Давайте выделим вот этот. Как вы видите, все работает. Почему-то вот этот не выделился. Вероятно, у него другое количество вертексов. Видите, выделили другие. Но тут надо быть аккуратным, потому что он именно по вертексам. Видите, здесь вот он выделил. Ну, это как бы очень легко визуально определить и в принципе деселектнуть и так далее. Вот еще. Оп. И мы выделили все объекты по этому признаку без всяких edit-модов. То есть в object-моде. А теперь давайте сделаем еще более удобную. Ну, вот у меня, например, я сейчас открою PyMenu Editor. И создам. Давайте меню либо. Давайте PyMenu. Создадим. И смотрите, здесь вот есть пункт какой-то мы заполняем. Есть вот custom. Здесь мы можем выбрать. И вот есть очень удобная и интересная штука. Называется External Script. Она позволяет перейти вот в папку, где лежат скрипты. Ну, тут у меня есть кое-что. Сейчас я скопирую. Путь. Сохраню вот этот скрипт. Назову его Select Similar. Py. Давайте это сделаем. Так. Сохранить как? Пишу Select Similar.py. После того, как мы его сохранили в PyMenu Editor, мы идем в интересуемый наш пункт. Вот вверх хочу. Потом выбираем External Script. И выбираем Select Similar.py. И теперь нажимаем ОК. Все. Теперь при выборе этого пункта у нас запустится этот скрипт. Давайте проверим, работает ли это. Для этого надо назначить на какую-то горячую клавишу. Давайте я назначу на... Он работает. И давайте выделим какой-то объект. И видите, все работает. Таким образом можно добавить любое свое меню. Я вот планирую, например, добавить вот в это меню. Вот вместо вот этого пункта. Мне кажется, будет удобно. Либо вот сюда. Тоже было бы удобно. Ну, в общем, давайте теперь попробуем ничего не выделять и попробуем запустить этот скрипт. Все равно он работает. Поскольку был, видимо, последний какой-то объект активный. И он его помнит. Да. Ну, вот так вот он интересно работает. Таким образом вы можете какие-то всякие простенькие свои скриптики писать отдельно вот в этом окошке, например, или там в текстовом файле, потом сохранять и запускать еще через PyMenu Editor. Это гораздо удобнее, чем писать целый аддон, то есть создавать целый аддон ради какой-то простейшей функции. То есть впоследствии я могу, например, усложнить. И, допустим, вот у меня будет одна команда, которая будет выбирать Select Similar by Vertices, Select Similar by Polygon Re, или по суммарной длине всех адджей, или, ну, в общем, там может быть много. По bounding box, по scale, то есть иногда бывает удобно выделить все объекты, у которых scale абсолютно одинаковые. Ну, например, не единица, конечно, а там, например, 1,234 тысячные. И очень удобно найти вот все объекты, которые ты там случайно по scale, либо, ну, по какой-то причине по scale. Вот. И получается, что, собственно, point этого видео было, ну, такое краткое введение в Python, если можно так сказать. И, соответственно, если эта тема вообще интересная, если вам не кажется это прям каким-то там колдунством или сложной какой-то фигней, вы напишите в комментариях, интересно ли такие чуть более такие углубленные технические видео. Если да, то, возможно, я буду делать их. Продолжение следует...